Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Асечко. Я правозащитник и основатель кулагу нет. Единственное, Владимир, можете чуть-чуть камеру чуть ниже опустить, потому что от меня... А вот так, отлично. Спасибо. Добрый день. Меня Владимир зовут. Добрый. Можете представить? Меня зовут Алексей. Фамилия Шугаев. Шугаев Алексей Владиславович. А так, прождение можете назвать? 2 ноября 1975 год. Мне 48 лет. Алексей Владиславович, даете разрешение на видеозапись этого разговора и на следующую публикацию на правозащитном портале «Гулаг. Нет» и международном портале «Антигулаг»? Да, пожалуйста, ради Бога. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Готовы тогда пообщаться со мной и с Алексеем Анулий откровенно поговорить, пообсуждать о ситуации, в которой вы оказались, поговорить об условиях вашего содержания, о соблюдении либо несоблюдении ваших законных прав и о том, что в целом происходит? Да, пожалуйста, с удовольствием пообщаюсь с вами. Хорошо, спасибо. Тогда первый вопрос. Почему вы оказались в плену в Украине? Как вы оказались в плену? Я был поваром взвода материально-технического обеспечения. И нас, в общем, от нашего полка, от нашего батальона оставалось меньше 30%. Народу оставалось очень мало. И нас уже со взвода материально-технического обеспечения, с кухни, в частности, стали отправлять на такелажные группы, в такелажку. То есть доставлять воду, доставлять продукты, в основном там тушенку, сгущенку и так далее, что ребятам надо было. Вот, мы разносили просто по точкам. Вот, я там находился, как мне сказали, меня туда закинули с... Как их называют-то? С полигона, меня закинули с полигона. Я был на полигоне, драйвил там бачки. Вот, приехал командир взвода и отправил меня туда, на передовую, на ноль. Вот, и сказал, будешь... А кто это за полк был? Будешь, будешь 5 дней там. Вот, потом мы тебя поменяли. А что за полк? Я не понял, а что за полк? А что за подразделение Минобороны было там? Ну, полк у нас, я уже говорил, 1194, Саратовский полк. Ну, мото-мото-стрелковый полк. Вас мобилизовали, вы заключили контракт с колонии. Нет, у меня колонии нет, меня мобилизовали, я контракт не подписывал. У нас полк был... А когда вас мобилизовали, Алексей Владиславович? 15 ноября 2020, какого там, 22-го года. Ну, когда мобилизация началась? В 22-м году? Да, мобилизация началась в 22-м году. Вот, 15 ноября меня мобилизовали. Я был в полку. А когда вы въехали на территорию Украины уже для участия в боевых действиях? На территории Украины мы оказались... Я, честно говоря, не помню, у меня там в военном билете там все отмечено было. Вот. У меня там были справки, и там все было указано. Я так приблизительно, я в цифрах очень сильно путаюсь. Ну, где-то весной, в начале лета, где-то вот в этом периоде. В 2023-го года? В 2023-го года, да. А вот момента мобилизации с ноября по лето, это где вы были, подготовились внутри России где-то? Да, сначала мы были на полигоне в Саратовской области, у себя там. Вот, Новый год там встретили. Вот, потом после Нового года нас закинули в Белоруссию. А куда именно? Вот, под Лепель, в Лепельские леса. Лепельская это какая область? Это Витебская, по-моему. Да, это я понял, на север. Это получается уже в этом году, да? Нет, это вот в 2023-м году, после Нового года. Ага. Ну, у меня призыв был в 2022-м, потом Новый год мы там на полигоне встретили, и потом где-то месяц мы были там на полигоне, и потом с полигона нас отправили... То бишь, российские войска до сих пор в Белоруссию все-таки находятся? Я не знаю, я не знаю, я могу отвечать только за наш полк, наш полк находился там на полигоне, потом с полигона нас отправили сюда, под Лисичанск, в Волчаяровке мы были. Вот. Вот. Ну, и они поддерживали, да? Ну, и они поддерживали, да, вот эти планы на то, что вас отправили в скорую на войну и вообще поддерживали? Ну, получается так, что если они там были, конечно, здесь они... А когда вас взяли в плен, Алексей, можете сказать? В плен меня взяли 3 февраля 2024 года. Вот. Меня впервые, мне командир батальона по рации сказал выйти туда. Я говорю, я там не был ни разу. А мне командир взвода вообще говорил то, что туда дальше третьей линии посадок вообще говорит, что мне это. Вот. Я командиру батальону сказал, он говорит, кто у тебя старший? Я или командир взвода? Я говорю, ну, так что давай, выполняй задачу и все. Ну, в общем, приказал мне и... Какая задача была у вас перед вами поставлена? Он сказал мне довести... В общем, нас выделили два человека, меня, такелажника. Вот. А мне надо было отнести туда воду. Вот. И со мной был связист. Молодой мальчишка. Молодой мальчишка. Вот. У него было с собой три рации. У него, в общем, наша вместе с ним совместная задача была дойти до точки, до передовой. Вот. Оставить эти рации, поменять рации, в общем, севшие рации забрать, эти рации оставить. Вот. И когда мы пришли... И воду отнести, да? Да, и воду. Вода была у меня, три рации были у этого связиста, у молодой парнишки. А вот. И когда мы подошли ко второй линии посадок, а там еще оставалось целое поле идти, и, ну, в общем, там до железной дороги оставалось, я не знаю, там, километра два с половиной, где-то так. Вот. Ну, там летали дроны, камиказы там и так далее. В общем, опасная обстановка там была. Вот. И мы, когда вышли на это... К этому, подошли к БТРу, он нам сказал дойти до БТРа и по этой дороге идти до назначенной точки. Вот. Вот. Я вышел в БТР... Мы вышли в БТРу, начался минометный обстрел. Вот. Ну, и, в общем, я не знаю, что с ним произошло. Он говорит, я не могу идти. Я говорю, что ты не можешь? Что, у тебя нога, рука, что? Он говорит, нет, все нормально. Ну, мне просто его жалко стало. Я говорю, ладно, иди. Давай мне рюкзак. Я взял у него рации и пошел один. Вот. И пошел туда дальше. Слава Богу, дошел кое-как. Вот. Пришел к назначенному месту, смотрю, там нет никого. Я давай искать наших. Начал кричать, мужики, мужики, хожу, смотрю, никого нету. Вот. Смотрю, там вдалеке два БТРа. Думаю, ну, дальше пойду, посмотрю. И оговорили про железную дорогу. Вот. А железной дороги нету. Я думаю, ну, значит, где-то дальше эта железная дорога. И пошел туда дальше. Смотрю, дрон. Висит надо мной. И похоже, что наш российский дрон. Я не знаю, российский это или украинский. Ну, в общем, я вправо, он вправо. Я влево, он влево. Вот. Я уже стою, смотрю, говорю, ну, бросай. Вот. Там мина 150-ка или 152-я, я не знаю, как они называются. Вот. Смотрю, летит. Я отбегаю щучкой, хоп. Вот. В общем, ногу мне прострелило, ну, ранение в ногу осколочное. Поднимаюсь. А я... Надо было посмотреть, куда он полетит, в какую сторону. Я что-то не подумал в тот момент. Вот. Ну, поднялся, нога двигается. Вроде идти могу. Только щипал очень сильно. Вот. И пошел туда дальше. Думаю, идти могу, значит, нормально все. Вот. Ну, в общем, думаю, рации сейчас отдам. Пойду потом, если там перевязка есть, перевяжу. Вот. Иду дальше, смотрю, автомат валяется. Я поднимаю автомат, думаю, у меня с собой не было ни автоматов, ни это. Мне вообще в такилашке говорили, там, кроме обстрелов и птичек, больше нет ничего. Вот. Я поэтому с собой ничего не брал. Вот. Ну, смотрю, автомат. Поднимаю автомат. Дуло в грязи. Вот. Дулу счищаю. А там дуло вот так вот погнуто, градусов на 70. Вот. Думаю, куда его? Вот. Смотрю, там вдалеке воронка. Я беру, выбрасываю автомат, иду дальше. Вот. Потом присмотрелся, смотрю, ребята стоят, машут руками. Давай быстрее, пока небо свободное. Вот. И я думаю, ну, слава богу. Думаю, сейчас отдам рации, поменяю. Вот. И дальше там посмотрим. Вот. Подбегаю. Смотрю, здесь флажки украинские. У меня слов просто не было. Вот. А ребята на Укра... Один хорошо говорил на украинской мове, другой по-русски, прям чисто вообще разговаривал. Вот. Ну, не знаю, они меня приняли нормально. Сказали, ты на украинской стороне, вот, мы вас называем так-то, так-то. Ты уже, говорит, прости нас, Христорази. Я говорю, ну, все мы под богом входим. Вот. Ну, в общем, слава богу за все. В общем, искал своих, пришел, попал к этому. Да, пришел тех и встретил. Пришел в Украину, в Украину, в Украину, в Украину встретил. Должен был сразу по ним. Такой вопрос к вам. Вот с момента, когда вы оказались в плену и по сегодняшний день. Потому что мы, в первую очередь, правозащитники. И для нас важно выяснить, соблюдаются ли ваши права, применяются ли к вам пытки и так далее. В целом, наша миссия, сразу вам скажу, как бы и вам, и тем, кто будет смотреть это видео. Наша основная миссия сделать так, чтобы все украинские пленные вернулись в Украину. Все российские пленные вернулись обратно в Россию. Чтобы закончилась война. И с тем, чтобы нам на сегодняшний день достоверно известно, что на территории России создан целый ряд военных концлагерей, где пленных бьют, пытают, унижают. Я не знаю, смотрели вы видео, которое мы подготовили и направили к коллегам или нет. Но там применяются действительно жестокие методы. И разговаривая с целым рядом сотрудников ФИН, мы поняли, что их очень здорово прокачивает пропаганда, болит руки. Их специально ожесточают, чтобы они воспринимали украинцев, как своих врагов, и им рассказывают какие-то тайки о том, что я в Украину отрезаю органы, кастрирую, запениваю какие-то там места, различные жестоко пытаю, бьют. И, соответственно, сотрудники ФИН развесит уши, начинают в это верить и постепенно рассказывают про то, что ногти вырывают и так далее. Поэтому у меня к вам конкретные вопросы. Алексей, скажите, пожалуйста, с момента нахождения вас в плену с 3 февраля 2024 года по сегодняшний день, а сегодня у нас время созвона 15 апреля 2024 года. За это время к вам применялись какие-то жестокие методы, пытки, подвергали ли вас чему-то из того, о чем рассказывает в России пропаганда, пытаясь хотя бы каким-то образом озлобить россиян по отношению к украинцам. И если применялись, можете ли вы показать какие-то следы пыток на вашем теле, на лице, на руках? Ну, сказать то, что меня гладили по головке первые 3 дня, я так говорить не буду, меня чуть-чуть немножко порихтовали. Но то, что сегодня показывали по видео, как издевались, насиловали и так далее, нет, такого я не видел и такого не было ни в коем случае. И слава богу за все. А можете рассказать поэтапно? Вот момент попадания в плен, понятно, было там, как бы вас утихомирили, чтобы вы не давали никакого сопротивления, правильно? Потому что вы все-таки военнопленный. Дальше, по этапам. Где еще к вам какие-то пытки применялись? Вас подвешивали, снимали, возможно, штаны, заставляли голым быть? Нет, не подвешивались, штаны не снимали, слава богу. Насилование ухажали? Нет, 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 таких угроз не было, слава богу, вот, и... Хорошо, дальше вас этапировали. До момента попадания сюда, там момента, где еще какие-то... Что вы бы хотели в этом освидетельствовать? Какие к вам пытки, славесные там возможности? Хорошо, давайте, да, Алексей, если можно, я просто сформулирую вопрос. Скажите, пожалуйста, Алексей Владиславович, вот с момента, когда вас передали уже той службе, которая занимается содержанием в Украине военнопленных. Вот с этого момента, когда вы уже были переданы, вас конвоировали, этапировали, перевозили, и вот, кстати, вы оказались в нынешнем месте содержания. Персонал конвойной службы, либо персонал применял к вам жестокие методы, избиения, жесткую приемку при приемке вас, какие-то избиения в течение, там, нахождения, вот там, где вы находитесь? Нет, такого... Нет, ничего, никаких, никаких таких противоправных мер и действий по отношению ко мне не было. И по отношению к окружающим меня, ребятам, которые вместе со мной были, тоже не было. Было все по-больски, слава Богу. Кормили три раза в день, вот. Был душ раз в неделю. Вот, ну, когда нас привезли в Харьковский СИЗО, нас сразу отмыли, помыли, вот, накормили, слава Богу за все. Приемка была? Вот. В смысле приемка? Приемка, когда собак и кусали, ногами били, в душе, током. Нет, все было по-человечески гуманно. Вот. Никаких, никаких противоправных действий не было. Просто это, понимаете, почему важно, Алексей Владиславович, вот рядом с вами, Алексей Ануля, мой друг, коллега, правозащитник, человек, который в прошлом защищал Украину, потом попал в плен. Его папу убили российские военные. Он сам с марта, в декабре 2022 года прошел через несколько пыточных концлагерей, где там жесточайшим образом его пытали. Я не знаю, там, в том видео, которое я отправлял, там есть и кадры, вот, с какими ногами Алексей освободился, и внешне он там был. Он похудел больше, чем на 30 килограмм. 40 килограмм. Он напоминал скелет, вот, после возврата из плену пережил уже 17 операций, чтобы восстановить свое здоровье, и больше года врачи занимаются лечением Алексея. И, соответственно, и мы наблюдаем разницу в отношении к пленам в Украине и в России. И, как бы, основная сегодня миссия нашей с точки зрения правозащитников, это действительно объективно разобраться в ситуации, что происходит в России и в Украине. Нам не нужно ничего там, обрезать углы и что-то приукрашивать. Нам действительно нужно просто в рамках вот таких откровенных бесед и честных разговоров понять ситуацию для того, чтобы не ваше положение ухудшить, а, наоборот, улучшить положение, например, таких же, как вы, только которые находятся сегодня в плену в России. Единственное, тут, конечно, как бы, равнозначная ситуация не может быть, потому что люди, которые находятся сегодня на территории России в плену, они защищали свою родную землю, свою страну. А вот ваша часть, ваша армия вторглась в Украину, чтобы осуществлять какие-то военные действия. Но, тем не менее, здесь именно хочется понять, а вот за время все-таки вы были достаточно большое количество лета 2023 года в армии. Встречали ли вы какие-то случаи, когда действительно вы видели своими глазами результаты каких-то страшных пыток, отрезанных какие-то конечности, чтобы человек там после плена в Украине оставался без, не знаю, плавого отбина и так далее. То, о чем рассказывает пропаганда, вот эти вот ужасы, эти страшилки, которые там выбрасываются, чтобы прокачивать за это время. Или, возможно, там по ходу следования, этапирование, вот в Харьковске, если, вот дальше, вот сюда, где вы находитесь. Вы видели хотя бы одного человека, которому, ну, как бы, со стороны Украины, спецслужбы, военные, кто-то там что-то действительно отрезали, что-то сделали? Нет, отрезанных не видел, но покалеченных видел. Покалеченных в результате боевых действий или в результате применения пыток, это просто разные вещи? Я так понимаю, что в результате применения пыток. Это со стороны Украины? Да, потому что, как я считаю, если, допустим, в общем смотреть на все это дело, я считаю то, что везде есть люди хорошие, на той стороне хорошие и плохие люди, на этой стороне хорошие и плохие люди. Как мне просто повезло, вот. И я считаю то, что на самом деле, слава Богу за все, вот, то, что не было вот того, что вот показывали, вот, то, что Алексей говорил, что с ним творили там и так далее. Вот, то есть, получается так, что у каждого своя судьба, и везде есть люди хорошие и плохие, и поэтому однозначно под одну гребенку всех собирать. Я думаю, что-то нельзя делать. Я просто задам уточняющий вопрос, чтобы мы поняли. А вы помните фамилию и имя отчества того человека, которого, ну, как вы считаете, как бы вы утверждаете, что его подвергали пыткам в Украине? Я знаю то, что вот у нас здесь удалили одному пальцы на ногах, вот, они у него гнили, вот, и гнили они у него из-за того, что там к нему там что-то применяли, там какие-то электрические какие-то аппараты, там что-то такое. Смотри, я сразу могу сказать, что это определённо враньё, потому что отрезать могли только если было обморожение. Отрезали, отрезали здесь. Если это было обморожение, ко мне применяли ток, и так, чтобы начало это всё гнить, прошло месяцев 6-7, так я находился ещё в фекалиях, и меня не кормили. То бишь, если кормят, у человека есть ресурс в организме на какое-то восстановление. Ноги, пальцы отрезают только если идёт момент обморожения. То, что он мог рассказать, что током, ну, я не представляю, сколько должно быть тока, я не думаю, что вы пытали током больше, чем меня, и вообще, чтобы этим здесь кто-то заморачивался. Это на пальцы, ну, точно не влияет. Ну, в любом случае, я этого не видел, поэтому однозначно сказать, что очень сложно. А что этот человек с вами лично общался и рассказал об этом, или нет? Это было там, в Харьковской, в этом. Он здесь находится? В СИЗО. Да, ему здесь пальцы удалили. Ну, пальцы удалили, ну, понятно, но причина. Просто я был, и на дисбатах, и на фамилии его знаете. Он зовут Павел, а фамилия я не знаю как. Ну, он ещё пообщался был. Вы сможете помочь Владимиру Зулкину и Алексею Анули, его опознать, найти, здесь и сейчас. Конечно, конечно, помогу. Есть. Чтобы мы точно на дыре оставили по этой ситуации. Да, пожалуйста, конечно. Хорошо, тогда вопрос следующий. Тогда с этим человеком с Павлом мы стараемся. Сколько ему лет приблизительно? Я знаю то, что он с 77 года на два года младше меня. Я с 75-го, он с 77-го. А то, что его пытали, это он вам рассказал, или кто-то вам рассказал? Я, честно говоря, не знаю. Вы у него спросите, он... То есть вы не видели, не слышали? Если я видел, слышал, что кого-то пытали, я просто понял то, что он был, ну, подвергался допросам. Истокам, в том числе. А как там дело было, я не выдавал с подробности. Ну, хорошо, по этой части мы тогда будем выяснять, но за время, ещё раз, ваше исследование по этапу, при приёме. Я лично ничего такого не видел. И вот те люди, которые рядом с вами находились, в вашей одной группе, ни одного же вас везли, вас каким-то жестоким методом подвергали? Нет, никаких жестоких мер абсолютно не было, слава богу. А вот я видел на голове у вас, мне кажется, у вас шрам или... Да, это трепанация. Я на мотоцикле разбивался, вот, был такой. Это не в Украине было? Нет, это было дорого, да. Это было в 2017 году. Следующий у меня вопрос, что бы вы хотели сказать, вот если так рассуждать... А, да, извините, самый важный, наверное, вопрос, помимо вашего содержания здесь, это хорошо, что вас не подвергали пыткам, и я рад, что вы так об этом объективно говорите. Скажите, со стороны России, вот, что происходило с теми солдатами, с теми военными, кто отказывались выполнять приказы внутри российской армии, того подразделения, где вы были? Применялось ли кому-либо физическая сила в качестве физического наказания, либо оружие? Потому что об этом достаточно много информации публикуется в интернете. Вот, в вашем случае, что вы видели, если вы можете об этом откровенно рассказать? У нас самый, самый первый был пострадавший третий батальон, вот, после того, как, грубо говоря, его разнесли, вот. Вот, ну, мы там не участвовали, потому что у меня второй батальон был, вот. И потом с третьего батальона там оказалось несколько человек, отказников, вот. Их просто раскидали потом по другим взводам, нашему батальону второго, потому что от третьего батальона тогда мало чего осталось, вот. Вот, и кто-то был у нас там на кухне, кто-то в каком-то другом взводе был, вот. Ну, я знаю только тех, которые были у нас на кухне. Они остались у нас на кухне и работали вместе с нами, помогали там на склад ездили за продуктами, посуду мыли там и так далее, готовили, картошку чистили, в общем, мачки драйвили. То есть, я правильно понимаю, что за все время вашего нахождения с июня 23 по февраль 24 года вы ни разу не видели, чтобы кто-либо применял физическую силу, либо оружие, либо спецсредства внутри российских подразделений к россиянам, если они отказываются выполнять приказы? Нет, у нас такого не было. В моем случае не было такого. Может быть, где-то у других было, но у нас нет. Это важно. И про заградотряды, про расстрелы, про то, что с передовой ни шагу назад, это уже не раз. Я находился на кухне, и поэтому на передовой я был вот только вот, когда попался. Когда попал в плен. И в подразделениях расположение об этом солдаты тоже не говорили? Вот. На кухне нет точно. Хорошо, по этой части вопросов тогда нет. Тогда следующая группа вопросов. Как вы думаете, вообще, что происходит сегодня с этой войной? Вот ваше мнение об этом, с учетом того, что вы побывали в подразделении российской армии, а теперь находитесь в плену? Ну, вообще, мое такое субъективное мнение, вообще, с чего все это началось, я считаю то, что за мир на планете у нас отвечает Организация Объединенных Наций. Вот. Совет Безопасности ООН есть такой. Вот. Они должны всем этим делом заведовать. Ну, есть такой блок НАТО, который обходит Организацию Объединенных Наций. Вот. Вот. И были, когда Советский Союз развалился, были подписаны соглашения, насколько я знаю, о том, что НАТО не должно продвигаться на восток там и так далее. Вот. Эти, насколько я знаю, то, что эти соглашения были нарушены. Вот. С этого все и началось. А куда, извините, расширилась НАТО? Оно продвигается на восток, ближе к границе. Россия. В каких странах? Какая? Вообще. Вообще, вы НАТО видели? Я лично нет. Ну, Грэна до сих пор не у НАТО и сегодня. Так он был, насколько с вами. Польша сейчас, Финляндия, насколько я слышал, сейчас вступил в НАТО. Да. После начала войны, после начала войны России против Украины, Швеция и Финляндия вступили в блок НАТО. И НАТО как раз очень сильно приблизилась впрямую к границам с Российской Федерацией. И протяженность, да, и в общем, ситуация в этой части только с точки зрения геополитики стратега в Кремле только ухудшила. Вот. Ну, Грузия, наверное, тоже в НАТО была. Или Приднестровья. Молдова. Следующий. Да. Ну, хорошо. Так вот, блок НАТО. В вашем представлении, что Украина начала вести переговоры о вступлении в блок НАТО, но при чем здесь простые украинцы живут? Какие основания были для нападения на Украину? Вот в вашем представлении. И вам, да, и такой вопрос, Алексей. И если уж так, такой уж этот плохой блок НАТО, который угрожает России, и так в России опасаются блок НАТО, но вот сейчас уже идет война. Почему же НАТО тогда не вступает в эту войну и никаким образом не нападает на Россию, хотя может это сделать технически, потому что превосходит многократно? Вот честно говоря, честно говоря, это, как вам сказать, везде информация, скажем так, новостная информация политизирована и правды как таковой нету. Ну, допустим… Тогда от большой политики давайте, ладно… Я… Я… Пока своими глазами не увижу, я… я не могу… Да, про большую политику, ладно, в сторону оставим, мы с вами не великие специалисты. Вот конкретный вопрос. Началась вот когда война, вторая фаза, открытая фаза уже войны, вторжение, 24 февраля 2022 года. Владимир Путин озвучил в средствах массовой информации, что одна из основных целей вот этой вот якобы специальной войной операции, по сути дела войны, это деноцификация Украины. Вот у меня к вам простой вопрос к человеку, который уже несколько месяцев в украинском плену. За все это время вы встречали тех людей, которых вы бы в глаза им или там за глаза нам бы сказали бы, что это действительно нацисты и фашисты, это действительно там страшные, ужасные люди, которых мы там видели когда-то там в фильмах про Вторую мировую, про Великую Отечественную войну и что да, конечно же, нужно бить фашисты и нацисты, как когда-то советские войска вместе с союзниками били гитлеровскую Германию. Нет, фашистов и нацистов здесь я не видел. Такого нет. А НАТО? Вот, а НАТО, НАТОвцев тоже не встречал. Наемник американский, меня учили, русскому, кстати. Вот, ничего этого здесь нет. Ну да, то есть получается-то вот, а вы в каких, по мере продвижения в Украине, вы в каких городах, поселках были, как запомнились названия? Сначала были в Харьковском СИЗО, потом с Харькова… Я имею в виду, пока вы не были в плену до этого. А, в Лисичанске… С точки зрения ваших подразделений, видели ли вы какие-то последствия войны? разрушения, разрушенные деревни, села, возможно, города, которые пострадали от бомбежи? Ну вот, когда, когда, когда мы, когда нас завозили, когда мы добирались, наша колонна добиралась до Лисичанска, вот, по дороге мы видели разрушенные коммуникации, разрушенные деревни, города, вот. Это было… А кто это разрушил? Как вы думаете? Вот, ну, я не знаю, кто это разрушил… Может, НАТО? Но боевые, боевые действия какие-то были, по-любому… Ну, вы думаете, если у вас там бы не было, были там боевые действия? Не знаю… Ну, почему? Вот, мой любимый город сейчас был, да, я туда часто ездил, у меня там жили друзья, мне там нравилось, я был там на соревнованиях, старопились к возможному знакомы еще… Луганск… Городов, деревень много, да… Я никогда не желал разрушенных… Вот нам, когда мы были на полигоне, показывали фильм «Ополченочка», вот, в интернете он есть, вот, пропаганда вся вот в этом фильме, я думаю, что вам тоже стоит его посмотреть… «Ополченочка», да, называется? Да, «Ополченочка», вот, фильм… Фильм… А о чем этот фильм? Насколько я знаю, то, что фильм 22-го года, вот, так, вкратце, вкратце, в общем, девчонка из Санкт-Петербурга возвращается на родину, к своему брату, который воевал за ДНР или ЛНР, вот, и потом там у них собирается экипаж, машина боевой, ну, в общем, там все в фильме… Вот, и от этого экипажа, в общем, рассматривается судьба каждой девушки, вот, они вспоминают то, что было, вот, как их там… как их, грубо говоря, пытались завоевать или склонить там, ну, в общем, все в фильме там… Вы прониклись этим фильмом, да? Нет, я не проникался, я его просто смотрел… Когда вы вернетесь в Россию, а вы вернетесь, конечно, в Россию, вы сможете в средствах массовой информации найти достаточно большое количество интервью одного из офицеров, групп, Игоря Саликова, который прилетел 18 декабря 2023 года в ГААГу и там дал показания, подал свое заявление в форме явки с повинной Международного уголовного суд, где он изложил, что начиная с 2014 года российские войска, российские спецподразделения заходили на территорию Донецкой и Луганской области Украины для совершения диверсионных действий, где он рассказывает о том, как был сфальсифицирован референдум, как подразделения ЧВК, Вагонов и российских спецслужб убивали местных так называемых полевых командиров, которые пытались бороться там за какую-то там свою независимость, как все там расчищалось для того, чтобы там была выстроена вертикаль власти и эти регионы были захвачены практически в России. Но это, ладно, это про политику. Сейчас вы находитесь в плену. Скажите, пожалуйста, вот если вот рядом с вами, по левую руку от вас, сидит украинец Алексей Ануля, которого с марта по декабрь 2022 года, содержали в российских военных концлагенлях в СИЗО Курска, в колонии номер один, в СИН по Тульской области, в Донском. И Алексей за 9 месяцев российского плена потерял больше 30 килограмм. После освобождения напоминал скелет. Я не знаю, там, вы в видеоролике показывали его ноги? Да, показывали. Поделился вот с такими вот огромными дырами в результате там избиений, гангрен. Ему чуть не ампутировали ноги. И после своего освобождения Алексей пережил 17 операций и до сих пор больше года проходит лечение и реабилитацию, чтобы восстановить свое здоровье. Вот, то есть человек, которого действительно подвергались страшным пыткам на территории России, и из чего папу убили в ходе боевых действий на территории Украины, когда российские войска вторглись. Вот, можете так, там, по-человечески вы упоминаете несколько раз, там, Бога, ну, видимо, вы верующий человек, я тоже верующий человек. Вот, давайте как два верующих, как два христианина по душам. Вот за что папу Алексея Нуля убили, как вы думаете? Убили церковь. И почему он, человек, который защищал свою родную землю, 9 месяцев жесточайшим образом пытали в России? Поправочка, меня 10 месяцев, без недели 10 месяцев. Из них карцер как бы месяц, ну, 4 месяца было карцера, и отца моего убили, не просто как офицера застрелили в тот момент, когда он давал раненым помощь, уже полностью в оккупированном стиле, он их не бросил, а их привели в церковь, и там просто подожгли вместе со снарядами. А рядом, возле церкви, я вам покажу видео, что сделали с местными жителями. Им связали руки, ноги и глаза, и застрелили в спину. А я лежал в этот момент, 12 часов в Канаве, и слышал, как это все происходит раненым. Это по-христиански, это по-богу? Нет. А как вы считаете, когда священники ходят, засвящивают ваши снаряды для того, чтобы ехать в Украину, это по-христиански? У вас не было каких-то там в себе внутренних вопросов, что это как-то не вяжется с тем, как нас учили. С тем, как нас учили в детстве. Ну, я просто, да, если можете, Алексей Владиславович, вот ситуация. Рядом с вами сидит человек, которого, ну, я считаю, действительно таким мучеником, вот, с учетом того, сколько он пережил всего, и папу потерять, и видеть, как убивают жителей твоего города, твоего района, где ты живешь, и потом самому вот в таком состоянии освободиться, ну, слава Богу, выжил, а многие ведь там и погибают в России в плену. Как все это вяжется со всем, вот о чем мы с вами там думаем, о представлениях, о лучшем, о вере. Мне очень горько, мне очень горько это слышать и понимать то, что есть такие люди, и как их вообще земля носит. Вот, ну, в любом случае я, как верующий человек, знаю то, что каждый будет отвечать перед Богом за себя, вот, и за свои дела и поступки, а Бог смотрит на дела и поступки. Вот. Это правда, это факт. Ну, если посмотреть на отношения к вам, как относятся за эти месяцы, как относились к Алексею, у меня, наверное, один из последних вопросов будет. Это видео будут смотреть в том числе сотрудники ФСБ России, сотрудники Минобороны, воины в служб, сотрудники ФСИНа. У нас почти миллион подписчиков на канале «Гулагунет», и эти «Гулаги» тоже сейчас приходят подписчикам. И многие сотрудники в России смотрят, чтобы действительно понятно разобраться, что происходит. Вот к тем, кто работает сейчас с украинскими пленами, и кто, в том числе, вот, которых тоже прокачивали, вас по-своему прокачивали, перед вами показывали фильм «Ополченочка» и определенным образом там, да, с ними тоже работают политруки и определенные технологи с тем, чтобы в них возбуждать ту жестокость, которую они будут применять к украинским пленам. Вот вы, как человек, который уже несколько месяцев в украинском плену, и, как вы говорите, да, вас никто не пытает, вам относятся к человечески, кормят вас, чтобы вы могли сказать, как гражданин России, гражданам России, которые сегодня обличены властью и в руках которых находятся пленные, но не россияне, а пленные украинцы, которым они проявляют очень серьезную жестокость, как раз думая, что вас, таких как вы в Украине, там вам рвут ногти, вас там пытают, вас убивают, вас мучают, вам что-то там отрезают и так далее. Что бы вы могли сказать с тем, что, возможно, они посмотрели объективно на происходящее и, возможно, опомнились и перестали применять эти фактически фашистские методы по отношению к украинцам? А можно я прочитаю молитву? Вы можете делать все, что хотите в этой территории европейской страны. Которую я читаю ежедневно. Владыка человека любче, царю веков, подателю благих, разрушивший вражды средостения, мир, подавший роду человеческому, даруй и ныне мир рабам твоим, белорусам, украинцам, россиянам и другим народам. Вкорени в них страх твой, друг к другу любовь укрепи, угаси всякую распорю, отыми все разногласия и соблазны, яко ты и си мир наш. И тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и присно и в веки веков. Аминь. Вот если каждый человек так будет думать и каждый человек так будет действовать, тогда не будет никаких ни войн, никакой вражды, никаких насилий и убийств. Если каждый будет понимать то, что каждому потом по его заслугам будет воздано, тогда мир на планете изменится полностью. Вот и до. Ну тем не менее, вы как бы это понимаете, но вы тем не менее все равно пришли в Украину, ну как бы же осознанно, тем более вы были верующие до войны. Ну вы же понимали, в каком процессе вы участвовали. Мне было интересно как наблюдателю, я пришел сюда мобилизованным, мне было интересно посмотреть на самом деле, что здесь будет происходить. Вот. И у меня поменялось мнение на самом деле. Вот. Я вижу то, что здесь нет такого фашизма, который нам рекламировали и говорили в новостях нацизма. Вот. Может быть он как-то и там проскальзывал в каких-то там отдельных ситуациях. Вот. Ну и по Украине я тоже по Залежной не ходил, не гулял. Вот. То есть находился здесь. Ну в любом случае у меня уши, уши слышат и глаза видят то, что здесь люди общаются и на русском, и на мове. Вот. И ладят друг с другом. И нет никаких притеснений там русского языка там. Нет такого. Вот. Вот. Здесь все по-божески. Слава Богу за все. Да. Вот. С точки зрения вашего распорядка, как устроен ваш обычный день в плену? Заставляют ли вас стоять по десять часов, склоняя голову, глядя в пол, не поднимая? Семнадцать часов. Есть ли у вас возможность поднимать голову и видеть тех людей, которые вас окружают, с вами коммуницируют, общаются? Нет, мы свободно передвигаемся. По территории мы ходим, строим, утром поднимаемся, делаем уборку. Вот. Ну такого, чтобы стоять к стенке там и по несколько... На растяжку вас на распятие ставят и бьют по ногам? Нет, ничего такого нет. Слава Богу за все. И я так понимаю, что с медицинским обслуживанием и питанием у вас на это тоже жалоб нет? Нет. То есть никто от вас... Скажем так, давайте так, я переформулирую вопрос. Испытываете ли вы там чувство голода и чувство жажды? Есть ли ограничения там в еде и в питье? Нет, ограничений в еде и питье нет. То, что нам выдают там норму, у нас этот минимум соблюдается. Я думаю, что голодных здесь нет однозначно. Вот. человек, вернувшийся из плена, из российского украинца, на камере, там, когда их встречали, ему просто дали в руки яблоко. И он ел это яблоко, чуть не плакал, потому что он добыл его вкус, забыл что-то такое витамины вообще на голоде, похудев на десятки килограммов. И я так понимаю, что Алексей с Владимиром к вам приехали и мне сказали, что там вам и таким, как вы, яблоки даже передали сегодня. Да, спасибо вам за это. Ну, то есть это как бы, да, я, например, против курения, против сигарет, я считаю, что лучше витамины есть. Но если вот с точки зрения такого, то есть я правильно понимаю, что такого, чтобы кто-то среди вас там истощался на десятки килограмм и испытывал какие-то постоянные угнетения, там, держать голову в пол, сюда не смотреть, чуть что, избиение, такого не присутствует, не применяется. Нет, здесь такого нет, слава богу. Тогда вот пользуясь случаем, я как раз хотел тем сотрудникам СИН и ФСБ и Минобороны, кто занимается и, в кавычках, скажем так, возьмем, работает с украинскими премьерами, с гражданами Украины, вот, пожалуйста, вам свидетельство одного из россиян, Алексея Шкугаева, и мне кажется, что на фоне таких свидетельств слушать какие-то бредни по поводу там вырывания ногтей и отрезания каких-то половых органов и постоянных унижений, которым якобы россияне подвергаются Украине, вот, пожалуйста, вам очевидное свидетельство того, как можно по-человечески относиться к людям, которые находятся в плену, не унижая их и не подвергая их жестоким быткам. Я просто надеюсь, у нас нет волшебной палочки, на самом деле, вот, поменять сразу все мы не можем. И действительно многое в руках Бога, но в том числе у Бога нет никаких рук, кроме наших с вами, Алексея. И то, что мы с вами можем сделать здесь на земле, за нас никто не сделает другой. И если есть возможность сегодня остановить страшные пытки и систематические вынижения, которым украинцы в России подвергаются, то, как раз для этого и я объединяю усилия, и Алексей Анули, и Владимир Золотой поддержал это. И те люди, кто за кадром, дай Бог вам здоровья, дают возможность мне, российскому правозащитнику, который больше 12 лет занимается защитой прав граждан в местах принудительного содержания, с вами вот так вот созваниваться без предварительных согласований, без какой-либо цензуры и общаться. К сожалению, в таком формате в России невозможно представить, чтобы украинцы и россияне могли так созваниваться, общаться. То есть сегодня находятся в плену в Украине, потому что они там, конечно, рассказали бы то, что своим телом свидетельствовал после освобождения с плена Алексея Анатольевна. Напоследок, наверное, последний вопрос, который я хотел вам задать. Что бы вы хотели сказать россиянам, которые будут мобилизовывать, которых там собирают по призыву, которых убеждают, завлекают на войну контрактами и большими деньгами ехать в Украину воевать? И что бы вы хотели сказать украинцам, которые тоже будут смотреть это видео потом? Я хочу сказать, что это война, если так ее можно назвать, или специальная военная операция. Люди убивают друг друга, получается. Это из рамок вон выходящие. Этого не должно быть ни в коем случае. В общем, на уровне политиков надо прекращать эти боевые действия. Я думаю, что политики должны в первую очередь сказать свое слово и завершить все это бессмысленное действие. По-другому я его назвал. Я считаю, что это не на уровне политиков, а на уровне нас с вами надо. Если мы будем сидеть, общаться, и ваш сын, ваш брат, ваш зять не пойдет сюда воевать, то Путин сам не пойдет сюда. Понимаете, почему политики? Почему политики, почему вы даете политикам решать вашу судьбу? Ну почему это? Хорошо, это, вы говорите, можно ли назвать это войной? Это полноценная война. Это фронт, который, такого никогда не было с времен Второй мировой войны, такого широкого фронта. Третий момент. Если в специальной военной операции у вас нету сил специальных операций в России, есть, то бишь, это их задача участвует, но не ваше. Зачем вам сюда, человека гражданского, до вчерашнего дня притянули сюда на войну? Я считаю, что они должны... И последний вопрос, а потом вы ответите. Когда вы тут съедите котлеты с говядиной, да, там, макароны, яблоки, у вас, вы хоть раз задумались, вот сейчас, даже после нашего с вами разговора, что есть люди, которые сейчас просто умирают от пыток, и им никто яблоки не приносит. То бишь, совесть такая, вы пришли нас убивать, ваши сограждане убили моего отца, он многое потеряло одноклассников, друзей, но при этом мы вас кормим котлетами, да, Красный Крест смотрит за вашими правами, а нас за то, что мы пошли защищать, мы не хотели, мы вообще люди земледельцы, не хотели войны этой. Нас убивают и пытают. И нету таких интервью, как вот у нас с вами в интернете, с нашими военнопленными. Я помню, как у меня брали видео, меня не знали, каким боком поставить, так, чтобы снять видео и отправить его, так его и не выложили, потому что у меня был весь в синяках. И когда показали, что у тебя на ноге, я должен был сказать, что это у меня осколки, хотя у меня нож вставили в ногу, в стопу. Я этих людей нашел, кстати, всех. Пускай они спят спокойным сном. Богом судья. Хорошо, а вы знали вообще, что по украинским инфраструктуре, по садикам, по школам прилетают ракеты из российской страны? Или вас тоже не знали? Не слышал, да. Вы не знали, что в России баллистику запускают по украинским этим? Вы не слышали, как на ЛНР-ДНР так называемые летят эти ракеты, снаряды в нашу сторону? Нет, я не слышал. Короче, я понял. Наверное, последний у меня вопрос. Все-таки, Алексей, если позволишь, я задам и шугаю его вопрос. Вот с учетом того, что у вас было время подумать о произошедшем, я в принципе в целом вашу позицию услышал, понял, что вы хотите сказать украинцам, украинскому народу. Что бы вы хотели сказать с учетом того, что вы принимаете участие в этом вторжении? Прогениться идем к украинскому народу. Ну, наверное, я не знаю. За всех я говорить не могу, за себя только. Я в боевых действиях, в принципе, не участвовал. Просто работал на кухне. Но это не мало нужно. Ну, это, да. Вы давали силу бойцам, которые убивали нас. Это тоже все относительно. Тоже все относительно, поэтому... Туда это база. Я считаю то, что братья-славяне должны быть вместе просто. И все, не должно быть никакой войны. Мы стебли одного корня. Стебли, ветви одного корня, одного дерева, получается. Вот, посмотрите, вы хотите, чтобы... Никакой войны не должно быть. Вот, ну вот конкретный вопрос вам. Хорошо, я понял. Но вот слева от вас сидит человек, которого жесточайшим образом пытали в России, в российских тюрьмах. Просто потому, что он защищал с оружием в руках своих всех. А его папу заживо сожгли. И целый ряд людей, которых лично знал Алексей, связывали рукам и ногам и расстреливали его в затылок. Это военные преступления, которые подсудны международному трибуналу или суду. И никакого отношения там к некой деноцификации не имеют. Тем более, что вы сами говорите, что никаких нацистов и фашистов вы не встретили, и к вам относятся по-человечески. Да, я хочу попросить, попросить, прошу прощения, попросить прощения у Алексея за дела и поступки этих извергов. Вот. Потому что мне кажется, что чтобы... Ну, я уважаю вашу позицию, что вы вот стоите на позиции, считаете славянские народы братскими. Вот в этой ситуации, когда это уже произошло, вот когда сидит рядом с вами человек, которого страшнейшим образом пытали, и у которого больше нет отца. И вся их вина перед Россией только в том, что эти люди не склонили голову, не бросили оружие, а старались защищать свою землю, свою страну. Ведь нас как воспитывали, да? Мы все выросли на этих фильмах о Второй мировой войне и Великой Отечественной. Почему тогда огромное количество наших дедов и прадедов, да и прабабушек, и твои бабушек отдавали свои жизни? Потому что они защищали свою страну от немецких, от нацистских захватчиков. От фашизма, да. Да, от фашизма. Вот в этой ситуации то, что нас пугало в этих фильмах, вот эти ужасы, я помню, маленький смотрел, какие-то сцены, когда какие-то кестаповцы мучили советского офицера или солдата, они врезаются в память. Но потом мы с вами смотрим на эти кадры, когда мы видим, как россияне, россиян в Италии. И это в целом ряде учреждений в СИР происходило под контролем спецслужб и использовалось как секретный метод. А потом то же самое начинают использовать в отношении украинцев, которых в Россию привозят. И я сейчас как бы, я ни в коем случае, я с вами не спорю. Мы с вами, по сути дела, хоть я и на свободе правозащитник, а вы российские военные, которые находитесь в плену, мы с вами по одну сторону, мы оба вот в этом общем таком, ну по-русски как бы, моральном говне, там дерьме, когда нам еще, я не знаю, нам от этого никогда не отбыться. Потому что что бы мы с вами не сказали и не сделали, мы Алексею не вернем потерянное здоровье и мы не вернем жизнь его папе. Вот конкретный пример, как это слово. Я с уважением отношусь и мне даже, как бы, мне важно, что вы там решили ему сказать какие-то слова извинения. Это по-христиански, это нормально, как бы осознаваясь, что мы все причастны, как россияне, к тому злу, который мы принесли семье Алексея Нули и всей Украине. Но я думаю, что, ну как бы у нас нету сегодня морального права им говорить, похлопать по плечу и сказать, давай будем как раньше быть там братьями-славянами. Должно пройти время. Да, да, должно пройти время. Это нужно начинать, мне кажется. Это нужно вернуть всех украинцев обратно в Украину, которых похитили и которых там сейчас подвергают пыткам. Мне кажется, что нужно освободить оккупированные земли, загладить ущерб, который причинен, насколько это возможно. Хотя, опять же, огромное количество жизней никто не вернет. И, наверное, в светлом будущем, возможно, наши дети или наши внуки смогут общаться между собой так, как общаются между собой сегодня жители Франции и Германии, примерно, в Европе. Но вот должно пройти время, и для этого нужно освободить оккупированные территории. А если будет продолжаться оккупация и война, мне кажется, чем больше будет происходить, тем дольше будут больше гибнуть люди. Зло порождает зло, добро прекращает зло. Все должно быть по-христиански. Здесь по-христиански какой у нас вариант может быть? Это только обращаться к нашим с вами согражданам, чтобы они возвращались в Россию. Да, завершить военные действия, прежде всего. Прекратить. И вернуть всех пленных, чтобы вы вернулись обратно в Россию и у себя домой, осознавая все, чтобы украинских граждан вернули обратно в Украину. В том числе, огромное количество детей похитили, понимаете? Детей похитили и вывезли туда, на территории. И сейчас они в интернатах, детских домах. Их кому-то отдают, при том, что их родители живые. Представляете, какое количество прагедий уже сейчас происходит? Сколько прагедий вы делали? Потом очистить поля от мин и засеять эти поля, чтобы они приносили пользу. И чтобы у людей в душе все зажило и все обиды, все распри ушли в небытие. В нашем поколении. Старший брат моего дедушки, Леонид Осечкин, он прошел практически всю войну. Его отец, мой прадед, Василий Осечкин, погиб. Второй мой дед, Николай Олешко, Николай Тихонович Олешко, до конца своей жизни прожил недолгую жизнь. До конца своей жизни хромал, потому что получал ранения при форсировании одной из рек, когда они фашиста били. И выгоняли с территории Советского Союза. Старший брат моего деда, Леонид, он прошел всю войну и уже подорвался на разминирование Ленинграда. Фактически в нашей семье по линии Осечкинах только вот Евгений Васильевич Осечкин, мой дед, потому что он по возрасту просто не подходил для армии. Он был подростком, верцом, его тогда не взяли. Все остальные либо были ранены, либо были убиты. И даже если сейчас волшебная палочка взмахивается, Россия прекращает войну и возвращается на свои территории, еще огромное количество людей при разминировании этих минных полей, этих огромных территорий, которые сейчас под оккупацией, будут погибать и подорваться. И смерть еще будет продолжаться, даже после окончания войны, как последствия войны. Это страшно. Но в любом случае, Алексей Владиславович, я вам благодарен за то, что мы с вами поговорили. Спасибо вам тоже. Надеюсь, что вы были откровенны, честны. Какие-то у вас вопросы есть? Или какие-то, скажем так, что-то было не так в нашем с вами разговоре? Да нет, никаких... Да, отдаются разрешения тогда Владимиру Золхину мне, и все отмывают для того, что мы видеозапись этого разговора опубликовали. Да, пожалуйста, ради Бога. Давайте тогда договориться после возвращения, когда вы в Россию вернетесь, может быть, найдете время, напишите мне письмо, может быть, созвонимся тогда мы с вами, тогда и после плен. Даст Бог, увидимся, созвонимся, перепишемся. Да, это просто, как бы, чтобы вы понимали, да, Украина одобрила разрешение, дала, чтобы мне, российскому правозащитнику, с вами созвониться, пообщаться. Потому что, с одной стороны, они хотят показать миру, что они действительно европейская страна, которая соблюдает право человека, которой нечего скрывать. А, с другой стороны, и те, кто согласовал это, и я, в том числе, как один из инициаторов этого созвона, для таких вот такого общения, я надеюсь, что это повлияет каким-то образом, и те люди, которые там в России подвержены пропаганде и пытаются видеть в украинцах каких-то нацистов и фашистов, чтобы они просто посмотрели вот на такие интервью, как с вами, одумались и перестали творить вот это зло и по отношению к украинским пленам, и даже по отношению к российским заключенных, которых там тоже периодически разных людей. Вот у меня... Что-то говорят, подвергают пыткам. У меня есть вопрос. Вот к нам сюда приезжал Красный Крест, вот они смотрят, как нам здесь относятся, как нас кормят там и так далее, наши условия содержания. Вот. И мне интересно, есть ли у нас в России представители Красного Креста или нет? Вот такой вопрос. «Последствия этого плена». Понятно, что им есть кто скрывать. Я надеюсь, что вот эта вот огласка, вот эта вот журналистская миссия, правозащитная миссия, они улучшат ситуацию с соблюдением прав человека и ограничат садизм и производство. По крайней мере, мы для этого делаем все возможное. Еще раз, волшебной палочки нет. Хочется верить лучше. Подытожить наш разговор. Получается, во всем этом виновата какая сторона? Россия, Украина или ООН? По вашей логике. Получается, все вместе, все мы вместе должны действовать в одном направлении. Конкретно, кто виноват? А кто виноват, это... Ну, я в чем виноват? Вот вы сейчас находитесь у меня здесь. У вас даже визы нету в паспорте, правильно, украинской? То бишь, незаконно пересекли границу. Я в чем виноват? Нет. Ваши вины здесь однозначно. В чем виновата Украина? Украинской вины тоже нет. То бишь, Украину мы вычеркиваемся, то есть, остается Россия и ООН, да? Ну, чтобы прийти к соглашению, должны участвовать все... Нет, не прийти, кто виноват, вот конкретно в этом конфликте. Чтобы его завершить, мы должны найти как бы, ну, точку зла и ее попытаться как-то сместить. Да, понимаете, это так, как прей вырвать и убрать. И тогда будет все свистеть и пахнуть. Кто виноват конкретно в этой войне? Это не конфликт, не ССУ, это война. Каждый должен сделать шаг к тому, чтобы предотвратить эту войну просто. И все. Я, когда приеду, я своим буду говорить то, что вашей вины здесь нет, нацизма здесь нет, фашизма здесь нет, ущемления каких-то прав русскоязычного населения здесь нет. Вот, во всяком случае, я этого не видел. И все, что касается меня, я сделаю все для того, чтобы прекратить эту войну. И буду действовать в этом направлении просто. И все. Спасибо. И, Алексей Владиславович, я надеюсь, что в будущем у нас будет возможность напрямую с вами пообщаться и, возможно, даже где-то посотрудничать. От души спасибо. Мне кажется, что такие свидетельства, как ваши, ваша история, как вы оказались в Украине, что с вами в Украине происходило, они на сравнении истории, почему я попросил, что ты предложил Алексея Анулия заняться этим, мне кажется, что здесь вот на сравнении все это становится людям очевидно. И люди не дураки, и со временем разберутся. Да. И еще раз, тряпнусь здесь, мне кажется, что важно говорить правду. И я надеюсь, что после вашего возвращения в Россию у вас будет возможность говорить правду. И мы с вами продолжим общение и, возможно, запишем вторую часть нашего с вами разговора. Да, с удовольствием. По крайней мере, я буду этого ждать. Я тоже. Благодарствую. Хорошо. Спасибо. Возвращайтесь в Россию. От души спасибо. Все, давай разумеем. Сейчас. Спасибо. Ну ладно.